не тот дом чист который моют а тот который не пачкают ваша задача по жизни сохранить хорошую подвижность крови то есть не иметь густой крови не иметь вязкой крови не иметь повышенной свертываемости крови мы все говорим о крови но вот этот вопрос у нас остается без причинного аспекта то есть а почему это у одного густая кровь а у другого не густая кровь почему это у одного повышенная свертываемость крови а у другого не повышенная свертываемость крови как мне говорят вы ольга ивановна не рассуждайте вы сразу говорите что делать нет я буду рассуждать и заставлять вас рассуждать потому что всякое движение вашей извилины мозговой приводит уже к разжижению крови потому что мозг регулирует у нас с вами все параметры крови, и если мы мозг оставим в покое, он будет атрофироваться потихонечку, то мы с вами никогда не развяжем кровь, то есть мы говорим, регуляторные функции крови находятся в сердечно-сосудистом центре мозга, то есть регулируют все параметры крови, это мозг, и если у нас имеется шейный лимфоденит на фоне воспаления в желудке, на фоне воспаления в носоглотке, в легких, то у нас нарушается регуляторная функция состава крови, поэтому ребята без лимфатического массажа, без знания насколько у вас лимфатические узлы сдавили сосуды в шейном отделе, вы не разберетесь с вопросом сгущения крови, поэтому делайте узи сосудов шеи головы, если у вас проблема в щитовидной железе, и вы определяетесь, почему нарушена регуляция состояния крови, все начинается с головы, без регуляции начинается анархия мать порядка, дальше мы с вами смотрим, что же механически попадают в кровь, что она становится густой, на консультации в нашем медицинском центре у каждого консультирующего специалиста посмотрят капельку вашей крови, по которой сразу становится ясно густая она или не густая, вы делаете исследование крови на качество времени свертывания крови, обязательно вы должны знать этот параметр, сейчас мы должны знать насколько у вас дедимер превышает нормальные показатели, то есть мы в крови определяем белки воспаления, дедимер это белки воспаления, он уже показывает насколько степень опасности тромбоза у этого человека имеется, или вы определяете циреактивный белок, или вы определяете дедимер, это все нужные показатели, которые свидетельствуют о том, какая позиция вашей крови и все это наступает у нас изменение тогда, когда появляется проблема попадания в кровь микрофлоры и продуктов воспаления через язвочки и свищи, которые есть у нас как в кишечнике, так и посмотрите диагноз стандартный, который сейчас идет кандидомикоз пищевода, то есть у нас с вами идет и недостаточность кардии, потому что идет хронический гастрит с проявлениями выраженного воспаления, об этом написано еще было в 1911 году нашим соотечественным Креницким, который объяснил, что в глубине ткани под зарубцованным поверхностным дефектом, где на слизистых оболочках остаются живые амебы, которые проникают глубже в конце концов в капиллярные сосуды и разносятся током крови по всему организму, то есть наличие воспалительного процесса и степень этого воспаления, синдром раздраженного кишечника поставлен практически у всех сейчас, синдром избыточного бактериального роста СИБР поставлен практически у всех, синдром повышенной проницаемости слизистой, проницаемости, я недавно объясняла, что такое дырка в кишечнике, так и называется это видео, дырка в кишечнике, и пока есть воспалительный процесс, попадают в кровь и микрофлора, попадают в кровь и не переваренные остатки пищи на фоне воспаления, у нас с вами убирается такой важный момент переваривания, как пристеночное пищеварение, и тогда значит неполноценно переваренный продукт дает у нас белок не переваренный, и вот накопление белкового мусора, который организмом не реализуется, это белки воспаления цирреактивный додимер, это белки не переваренные, переваренные, поправим тесту, определяем какие продукты не перевариваются, дают нам густую вязкую кровь, значит пока мы с вами при диафрагмальном дыхании или змейкой проверки своего живота находим какие-то болевые участки кишечника, значит там нам с вами покажут, что есть и воспалительный процесс, и продукты воспаления гной, вот уже попадают в мочевой пузырь, у нас тогда цистит, колит, энтероколит, гастроэнтерологи все ставят, синдром раздраженного кишечника ставят, синдром избыточного роста бактериального микрофлоры ставят, значит у нас постоянно будет густая кровь, потому что с ворсинок кишечника микрофлора попадают у нас в кровоток, и значит кровь всегда будет густая, поэтому я и говорила вам, не тот дом чист, который моют, а тот который не пачкают, лечим хронический воспалительный процесс, вот сейчас весна, и я все время твержу одно и то же, с 1 февраля мы должны регулировать численность микрофлоры, убирать все болевые зоны наследства кишечника, желудка, да, потому что не знал товарищ, что у него оказывается колонии кандид по всей длине пищевода, в желудке умеренное количество жидкости и слизи с желчью, то есть заброс желчи в желудок, значит ни наклона, ни диафрагмального дыхания товарищ не делает, и он хочет, чтобы кровь была жидкой, нет, она не будет, пока хоть одна болевая точечка есть в организме проблемная, значит идет воспалительный процесс, и белки воспаления будут отрабатывать у нас. В диссертациях сейчас очень многие ученые уделяют большое внимание вот этим белкам воспаления, да, дедимер, вот их представители лице реактивны, и говорят, эти параметры главные, чтобы предупредить инсульт, инфаркт. Работайте с хроническим воспалением с помощью лимфатического массажа, диафрагмального дыхания, подъема рук, с помощью растирания тела, который восстанавливает состояние иммунной системы, с помощью рационального питания, коррекции весна и осень по количеству микрофлоры в нашем организме, мы стабильно имеем кровь, которая не густая, поэтому показатели время свертывания крови, это обязательный показатель, который мы должны с вами знать. Будьте здоровы с жидкой кровью!